Иван. Здорово всем. Иван у нас уже переквалифицировался из роли комментатора в свою стандартную роль. Он уже отработал один матч АОР. Я думаю, это было очень тяжело. Серьезно? Я утомился. Да, и поэтому я теперь только на аналитике между матчами. Будет нам что-то рассказывать интересно? Да, да, да. Что? Что? Релакс проиграли. Мы первый тур полностью посмотрели. У нас есть очень крутые... Были очень крутые матчи. Был шанс у Хе-Хе. Был шанс у Хе-Хе. Они, кстати, хорошо... Ну вот Рустам может про эту игру рассказать, потому что он ее смотрел... Почти полностью, да. Ну, на самом деле, муза, мне кажется, просто раскликивались. То есть сначала они вроде спокойно выигрывали эти Хе-Хе, потом дали слабину. Там Десантатор плюс Дарксир сделали пару хороших комбинаций. Но в целом просто потом Маус Мизери и Пайкат показали, как нужно играть в Доту. Я думаю... Мизери Шекером катал, да? А? С Сынкингом. Мизери с Сынкингом, да. С Сынкингом он был. Там Аганимы, там... Ну, там все хорошо было. На самом деле, я думаю, что Маус просто первую катку действительно расслабит. Сейчас подсоберутся, и у них все будет окей. Думаю, топ-1 они будут точно. Ну, а Хе-Хе вот, ну, неплохо себя показали. Хе-Хе неплохо себя показали. Играть они умеют, но... Ну, не знаю, надо смотреть на следующих игр. Эта первая карта была явно не показательна. Ну да, по одной игре сложно что-то сказать, учитывая, что, по-моему, в этом составе Хе-Хе Юнайтед играют в первый раз за черт знает сколько времени. Ну, они тренировались, у них было 12 дней остальных квалификаций для того, чтобы потренироваться. Ну, Дредд тоже тренировался в армии, третий, так что мы не можем знать наверняка, где тренировались в Хе-Хе Юнайтед, поэтому тут все возможно. Дредд-то в армии-то гоняет, что бог вообще. Ну, сейчас мы будем видеть игру, где Дредд должен показать свою силушку. Он, кстати, вот на Вич-Докторе играл же. Вот он и рассказывал, я вот сейчас в армии сижу в лесу, вот это, и я нарабатываю скилл на дотку, вот потом я Вич-Доктором из леса буду варды ставить, вот эти. И каски какие-то. Да, и на самом деле оказалось все таки... Нет, ну так-то не затащили. Ну, там показывают Андрея, бритый такой Андрей, так побрился специально для фотографии. 1-3-9 он сыграл в первом матче Вич-Доктором. Ну, кстати, смерти-то немного. Ну, более-менее, более-менее. Насистов неплохо. 24 ласт рифа. Был полезен. Был полезен. Арман учил его бегать сюда. Да, то есть все-таки есть в чем-то, да, есть опыт. Ничего еще у тебя не потеря. Андрей, я знаю, ты нас смотришь. Соберись тряпка. Все будет, но не сразу. Все будет, но не сразу. То есть все будет. Сейчас молзами. Все будет, но не сразу. Да, но я на самом деле очень... Ну, 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 я очень надеюсь на классную зарубую. Ну, то есть, релаксы могут что-то интересное показать. Если Крейзи сейчас не дать Патму, то, в принципе, можно. О, какой хороший предикшн. Дать мизер, Крейзи. Никеря, саппорта. Нет, саппорт давай не будем. Вот у Олега мидер все-таки есть. Я думаю, на саппорте он вообще потеряется. Не, ну, 05 Патма вначале это... Не, ну там сережка год. Слушай, а мне пришел Armory Expander. Я тебе доволен. Я прям очень доволен. А второй тур у нас здесь на экране. Мы видим, собственно, какие матчи будут играться. Mouse Sports Relax. Ребята, Monomaniacs против Moom. Они уже не Monomaniacs. Команда называется Coast. Их подписали какие-то спонсора. Дальше у нас Aware Gaming будет играть против X-Game KZ. И на последнем стриме как раз-таки RockSkiss будут играть против HeHe United. Давайте быстренько по прогнозам по этим матчам пробежимся. Вы видите турнир таблицы после первого тура. Ну, по-прежнему у нас Monomaniacs. ММЦ это Monomaniacs. Ну, или Coast. Называйте их, собственно, как вам удобнее. Так вот, Maus Relax. Смогут Relax? Нет. Смогут. Верим, надеемся. Да. Ждем. Красава. Они, по крайней мере, смогут хоть что-то сделать. Я думаю, это не будет замес RockSkiss против Aver. Это будет что-то на уровне и Mausa против HeHe United, я думаю. То есть, более-менее равная игра. Monomaniacs и Moom, в принципе, мне те-нете еще не играли. Ну, вот, да, единственная команда, которая не играли. Я думаю, шведы раскатают вообще изи, датчан просто. Думаешь, что Monomaniacs? Я думаю, что это такой теневой фаворит. Да, это темная лошадка, которая в плей-офф выйдет, мне кажется. Что ты ржешь? Monomaniacs? Нет, ничего, просто интересно. На самом деле, команды мы особо не наблюдали, и поэтому сказать о них что-то очень сложно. Хотя я в MMOV верю. Это же вот этот Крит, эти составы. Они выиграли квалификацию на Excellence Moscow Cup, там без поражения, но не поехали, потому что им визу в Россию не дали. Так что, типа, печально. Ну, Excellence Moscow Cup был. Что ж, ты тоже когда-то визу не давали, выводила вечером. В смысле, ну не в Россию уже? Не, ну да, не в России. Ну, слушай, ты и не датчанин, чтобы тебе там в Россию не давали визу, с другой стороны. Ауэр против X-Gain. Это элитная игра будет. Повезлось сегодня Godhunter. Да. Чудесный матч. Да, Ваня сказал свое мнение на этот. Возьмите Ваню крупным планом так взять он. Не знаю, невозможно, по-моему. Взяли. Нет, не Ваня, а Лё. Я могу перейти в эту сторону. Да, да, да. Ну и последний матч RockSkiss против HeHeUnited. Опять-таки, если RockSkiss выиграет еще и у HeHe, то я думаю, будет у них просто чудесный старт. 2-0. RockSkiss в первой игре показали, что, в принципе, они готовы играть. Вот RockSkiss это та команда, которой нельзя проигрывать. Я могу точно сказать. Потому что начнется вот это опять у Габлака. Так, что-то не работает. Вы тут что-то не так делаете. Артур, давай мы что-то возьмем. Он говорит, нет, вы просто что-то не делаете. Все мы берем правильно и можем... Ты прям эксперт в RockSkiss. Я эксперт. Я просто эксперт. Он эксперт. Просто эксперт. Он эксперт. Он аналитик. На первом канале эксперт. Спорт интернешн. А ты сколько сезонов аналитики провел? Ну, один матч со мной провел там на аналитике. В 8-м виде. Я говорю, уже второй много. Опыт уже имеется. Так, ребят. Мы, в принципе, уже готовы. Мы сейчас начинаем смотреть матч второго тура. Комментировать будем мы с адекватом. Может, Фанник с нами останется, если ему нет. Останусь. Вот, это-то отлично. Ты хочешь посмотреть на эти чудо-команды? Конечно. Конечно. Ну все, давайте смотреть игру. Второй тур после матча. Мы, как всегда, здесь соберемся и обсудим, что же произошло в матчах второго тура. Второй тур европейской квалификации. Начинаем. Релакс на ваших составах. На ваших составах. На ваших состав Релакс на ваших экранах. Крэйзи, Винкс, Дредд, Йоку и Шачило. Ну и состав команды Маус Спортс. Недавно приобрели себе, ребята. Этим даже футболки менять не надо. Да, этим даже футболки менять не надо. Они с прошлого года еще поставались. Фатопас, МСС, Мизери и Пайкат. Или Пашкат. Пашка. Пашка. Пашок. Ну, Пайкат, Пайкат. Я привык как-то Пайкат. Пусть будет Пайкат. Я его каждый раз по-разному называю. Но на этот раз это будет действительно Пайкат. Ну что же, Мирана и Дарксир у нас первыми двумя пиками забирают команда Маус, Брюмастер и Шэдоу Финт. От команды Релакс, Юр Дуинг Файн. Довольно-таки сильная с Веском. Ну, не, просто довольно-таки сильных первых два пика. Сразу же. Ну, SF это не сильный пик, так сказать. Вот они в комбинацию, в принципе, эти герои довольно-таки сильные будут. То есть там SF снижает армор, дэмэж, панды там будут нормально так нарезать. Ну, это и баны, кстати, довольно стандартные такие европейские, да. Бэтрайдер, Ликантроп, Виспи, Дерево. Очень даже стандартно. Смотри, вот она статистика. Один раз эти герои в этом году вместе были пикнуты. Ну, что-то не очень. Что-то не зашло, скажем. Ну, странно какие-то. Пики 2 получил сразу у Релаксов. Открыли прям перед соперником все свои карты в первых двух пиках. Ну, Релакси в прошлом матче тоже брали Бримастера ферст пиком против Вирту Спорт. Не, ну, Бримастер, окей, ферст пиком это хорошо. А Шаду Финт куда вторым пиком заезжает? Когда еще ничего не понятно, что будет у Музов. То есть, не знаю, странно какое-то решение. Интересно. Ну, и в бану летают Мойни Минвокер и Дисраптор. Дальше дожидаемся еще четвертых банов одних и от других. Ну, и посмотрим, чем дальше будет удивлять Релакси. Будет ли у них сейчас дальше пикнута Вич-Доктор, их любимый. Незавтра он стал любимым, да, с первой же карты. Ну, Вич-Доктор. Дредд он всегда был любимым. Если что. С первой дотки, да. С первой дотки. Ну, а зачем тут этот Вич-Доктор? Он без трента не такой уж суперский все-таки. Нет, вообще, если брать, например, Бримастера в легкую СФ, ой, Бримастера в мид СФ в легкую, или СФ в легкую Бримастера в мид, идти в триплу сложную и брать что-то... Вот Акс улетел в ма. Нет, тут не сработает. Ну, как СФ уйдет против Дарсира, Соло стоит. Ну, а почему? Он просто зайдет под вышку и здрасте. Да, там не очень получится. Да, это плохо. Это очень даже плохо. Вообще, я сейчас не узнаю пики Маус Спортс. То есть, вот, последняя игра, которую я комментировал, например, против Фнатиков, это Бионзо Саммит был у них Гранд Финал. Совсем другие пики, но абсолютно. Там вот где Свен Троллих, где Урса Ио, вот эти вот вещи, где, которыми они просто брали, тащили и убивали Фнатиков. Подожди, это Интернешнл. Так. Какой Свен Тролль? Ну, они Фнатиков так убивали. Это аргентинская команда Изурус нас так может радовать. Свенами, Троллями, Мипа и Тускарами. Мипа и Тускар – это тяжелая тема. Классная связь, кстати. У них просто немножко не зашло. Но он показывает пасы на Оперейшне, 15 матчей сыграл. 60% у него винрейт на этом чудо-героя в этом году. Ну, 15 матчей, да? Ну, кстати, у него килл 4-4, деск 2-9, ассист. Ну, и 10 ассистов в среднем. Это нифига себе. Это очень, как для саппорта. Это Маус. Классные показатели. Ну, они очень любили еще этого героя братья в составе команды Сигма. Часто он заезжал. Сигма-Дота. Сигма-Дота. Догма. Да, Сигма-Догма. Догма, да. Сначала называлась Догма, теперь Маус-Портс. Ну, и напоминаю вам, чтобы вы смотрели также наши стримы на втором, третьем и четвертом каналах. Там интереснейший матч. На втором Дьюмейкерс против Мономоньякс или против команды Коус. На третьем Авер против X-Game KZ. Ну, и на четвертом Рокскиз против ХХ Юнайтед. У нас тут на планшете будет как раз трансляция Рокскиз против ХХ Юнайтед. Мы будем просматривать и сообщать вам. Ну, все-таки наши команды, которые будут бороться за, я надеюсь, будут бороться как раз-таки за слоты на Интернешнале, нам интересно за ними следить. И что же будет следующий пик? Ну, саппорт еще надо брать. Не факт, потому что я флейнера. И тогда СФ в легкую триплу отправлять? Не, СФ могут в легкую, да, отправить. Брюмастера умнит. Нормально будут себя чувствовать. Ну, а что, ему на Дарсиру пофиг, если он стриплует, она. Вот так вот. Ну, это по-любому в легкую пойдет. Ну, теперь да, теперь уже ясно, что это легкая линия. Ну, в принципе, герой-то крутейший Рубик, Шедов, Шаман. Рубицк. Можно ловить. Даже Дарксира можно. Ты смотри просто. Ого. Сто процентный винрей. Сто процентный винрейт у Дреда. Дэмэж 6276. Как это еще за этот год, да? То есть за такое время? Да, это целый год. За 2014 год стата. Да, действительно. Ну, хоть не особо много времени прошло, но за 5 месяцев стата неплохо. Тут Мистер Бэйн. А это сильная трипа получается в Мауспор сейчас? Да, Бэйн Дарксир. Вообще, Бэйн Патма. Ну, Бэйн Патма аппарат. Дарксир аппарат, ух. Ну, и Бэйн Баймизери. 57% винрейт. Мы видим 3,7 смерти. 3,7 фрага в среднем за игру. Какой-то полный 3,7. Полный 3,7. 6,1 ассист, ну и 20. Ну, у него 57 винрейт, 2,7 динай. Короче, это не семерки. 7 матчей. 7 матчей, 3,7. 3,7, что-то. Сейчас татистка нарушится полностью. Восьмерки появятся. Ну, не сыграет он точно 3,7, 3,7. Я в этом на 100% уверен. А вдруг? А вдруг. Ланая в бане. Ждем пятый бан от команды Маус. Там оффлайнер должен уходить, по идее. Ну, должен, по идее, ну да. Ну, кого? Коба брейкер надо убирать. От Тайка Хантера забанить. Нюкс Тайд Хантера? Не знаю, не знаю. Нет, Тайд Хантер, если придет к Абэйну и Миране. Опять-таки бан Нюкса довольно интересный. Любой герой, который приходит к Абэйну и Миране, может уходить оттуда уже. Ну, фактически, да. Мне кажется, ему затрепло сложно отправить. Вот так вот повоевать просто. Абэйн, Мирана и что-то показывает, что Абэйн с Мирана 59 винрейт имеет общий. А вот Абэйн с Абэйшном 38 только. Ну, и в этом им связка 9 раз была пикнута, 5 побед, 4 поражения. Ух ты. Клокверк. 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 Ну, и вот будет наш шачло на Клокверке играть. Ну, и Пака забирает Маус Спортс в мид себе. Пайкат сыграет на Патме. МСС будет играть в сложной Дарксире. Фата на Паке в миде. Пас на Апарэйшене. Ну, довольно интересно. Смотри, какой ужасный винрейт у Фаты на Паке. Лоу. Вот это да. Не идет. Он швопчик. Он даже у Дэнди на Лане выиграл паком на позабросу. Он жесткий пик. Пока убийца. Пока убийца. Так, ну что, да, тут все понятно. Релакс. Дредд сыграет на Шедоу Шамане. Шачло будет на Клокверке. Винкс на Рубике. Йоку на Брюмастере. Мне не нравится пик релаксов вообще. Какой-то он... Не. Вот там, ну, луценты нам не гейминг-бет сдают. Универсальный такой пик, на самом деле, вы тем не будет очень поинтересно там повоевать. Ну, в смысле, и так все. Не, в принципе, у них есть чем убивать. Но для этого надо отстоять линии, хорошо. Для этого нужно ирлигейминцы слабы. Коги, станы, сетки, ворды, ультимейты, панды. Ну, у них, наверное, таки, неплохо. Да, ну, главное, ирлигейм не слить, потому что в таком агрессивном пике от Маус Спортс тяжеловато будет. А, СФ все-таки в мид пойдет, да? Да, Крэйзи у нас будет играть на СФ, и на фастбанку Крэйзи уже готов. Мы едем, курица уже стала на стартовой позиции, чтобы поменьше времени бежать. В легкую побежал Шачло на Клокверке. Ага, тут Майнгеймс пошли. It's a Mindgames. Ага. Ага, вот так. Нет, подожди. Ну, в принципе, по пику то, что вот Йоку взял этот панду, можно уже догадаться, что будет трипл с ним. Да, ну, подожди. Только вот куда они ее и как поставят? А эти сейчас могут триплу в сложную поставить. Так они поставят, потому что, мол, за. Они будут воевать здесь. Ну, типа, и отправить в легкую МС. Просто мы очень много наблюдали на Америке, да, и восхваляли просто суперстратегии. Ну, не супер, а то, как они работают, когда Дарксир стоит в легкой вот здесь, когда он формит вот здесь линию и параллельно формит вот этот и вот этот вот стак, и в итоге он выносит очень-очень ранние крутые артефакты. Ну, а трипл в сложную, но не в этой игре. Почему в этой игре так будет? Ну, посмотри, какие герои на том. Ну, окей, он будет стоять против трешёв, например. Ну, заблочит вот этот вот кемп к этому никогда в жизни не подойдет. Пока я не вижу, что заблочит. Пока есть трипл вару. Сюда просто типы. Побегут и... До свидания. Как вариант. Ну, блин. Ну, давайте, да, давайте. А, не, он видишь, они что-то слапают, да? Слапают линии. Будет стоять, варь, 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 тут походу что-то подозревают. А ну, покажи, вот сколько этот вард видит. Что, что? Нижний вард, сколько вард видит. Он видит тут, да, видит или нет? Ну, вот я не знаю, видит он с этим деревьями, нет? Ну, сделает туман. Нет, с деревьем ты не видит туман. Не должен. Там же аж типа лагалки шат. Ну, вот он видит. Ну, может, они, кстати, увидели здесь клокверка пробегающего, скорее всего, и решили поменять линию. Да, увидели по цвету и решили, что поменять, кстати, неплохо. Не знал, вот, а, спожди, если вот это дерево прохалать, то нормально, видно, действительно, видно. Да, ну и у нас клокверка остается здесь в легкой. Рубик остается черт пойми где и зачем. А что он здесь делает? Ну, они, видимо, даблами решили играть. Да, ну вот вардец. И хорошо убивает один вард. А второй не увидит. Не хватит. Чуть-чуть, вот он, кстати. Ну, кстати, довольно-таки часто сейчас начали два варда оттуда тыкать на этот спот. Ну, потому что важный очень спот, вот, и для дараксира. Я вообще думал, что дараксир может вообще сюда побежит, но против клокверка не решился. Кстати, по линиям тут вообще все у нас только плохо. Да, у релаксов мне вообще не прям не очень. Ну, и ты смотри, еще и дред уходит вниз зачем-то. Там сейчас правильно, правильно. Сейчас я куру, там делать нефиг, не стой расти на топе. Топашечка ему еще, топашечка, когда-то вся курица какой-то принести, потому что сейчас его вряд ли пусть сейчас. Панда со слот сверком поменяются еще скорее всего. Да, это нормально будет. Но там же и Муза тоже отреагирует, мне кажется. Они уже дараксируют дофига дали. Не уж. Да, Дараксир уже опять крипов, в то время, ну, клокверка тоже нормально. Клокверка полетит на топ, у него уже будет третий левел, скорее всего. Вот у него тпшка есть, он уже, в принципе, готов лететь. Да, он сейчас третий левел здесь возьмет, пройти. Ну вот панда за тп пришла, и панда уже летит вниз. Да? Давай, лети вниз. А они еще попытаются здесь фраг, что ли, сделать на Дараксире? А он не видит, вообще никого не видит. Спект, кстати, у МСС-то. А он еще тпи купил в стэш. А он сможет? Я успел продать, если сейчас успеет стопал сделать. Повязать деревца. А, ну, визжен, да, визжен, да. Не удел свидание, брать. Это ошибка, это МСС, конечно. Сажали, все. Ну, это провал от МСС, это полнейший провал от МСС. Я не понимаю, почему он по прямой не побежал. Да, типа, по прямой убежать. Ну, и потом, что рэнджи хватит там, да, у этого ураста. Вот, как раз пандочка с оффлейна пришла и подзаработала. И все было очень печально для Релакс, а в итоге получается, что у них Клокверк левел 3 на топе, панда левел 3, которая сделала форсблат и мей 700 голды снизу, и все прям стало круто. Да. Офигенно вообще. Я бы тоже так в доту шпилил. Ладно, давай в миде посмотрим, что происходит. Да, давай посмотрим, что происходит у нас в миде. В миде у нас, собственно, Крейзи 11 на 3, пак Байфат пока 11 на 2, но тут ровненько они стоят. У тебя довольно странно, пак вот до 4 левела... Ну, СФ, по-моему, должен нормально его так... Не, ну, пак там до 4 левела должен перекрешивать СФ, а только когда СФ там получает уже достаточное количество душ... Ну, это как повезет, СФ, если добьет парочку. Ну, вообще, да, это смотря какой СФ и какой пак. Ну, пак у нас здесь, в принципе, типа был неплохой, кажись. 42% говорить. Не заходил периодически нормально. Не, ну, как... Как игрок, да, ну, по никнейму, типа неплохой, но 42%, ну, ну, команда голимая, да. Да, вот как Дэнди. Дэнди же классный мидер, команда просто иногда подводит. Команда, да, классно. Суппорта не гонгая, ты ж знаешь. Афлейнер Фиддди. Кому хмараскально? Кери Фидддд. Ой, Кери Фиддддд, да, ну, то есть это же такое. Ну, вот, Фат, мы идем 15 за 12. То есть здесь все ровно, и, опять-таки, все зависит от того, как часто будет гонгировать товарищ Дредд, у которого есть тапок и... Ну, по-моему, у него без хекса, без понтова вообще куда-то идти. ну на пока да он занимается делами ну да это опять таки для у нас уже сф а подожди но тебе что никогда не стакали меня стакали от даныла даныли не помогают не надо помогают но не так как часто калза хотел бы не каждую не так как часто как хотел бы дэнди ты мы все знаем как часто хочет дэнди чтобы ему помогала вся команда то есть постоянно начиная с первой папой его их кайл куда более так неплохо кстати стоит и сотрю шашла очень опасно кукверкам за драка за рону даже что тут побегал у нас эти не понимают у него до сих пор сапога нету ну почему они понимают мы бэйн стоит мисс мира и ничего делать абсолютно это трипле ничем не занимает репалл йо ты же подбивает крипа они он крипа убьет ему надо что курица шлак дэнди побежала к выкверку в медиа дред без хикса во прежде у нее только сетка надо чтобы двумя колами попал крейси то даже 3 минуты нету 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 надо ловить сейчас ой хорошо слишком далеко не совальна мальдова ой да ладно фата это был великолепно непонятно опасно аркетка залетала фото еще на кирку поймать переволновался у нас да тут и дред надо было сразу как только он увидел что пак не дред более-менее сделал то есть там развили на все и на шифт на орб там надо было убивать 5 левел это геофата но отпил сабанка возвращается мид у него кстати имеется с собой проблемы смог так шачло мизери шачло мансует есть коги отличные просто коги шачло заныкался стрелами а правда шачло без маны очень много дэм же здесь влетает ну что вид x тоже здесь погибнет просто хотя еще два тп йоку врывается йоку пятый левел дают слип виндекс без силикинеза и мизери просто убегает а здесь тп аут браво не повезло фраг сделали заставили мейн кэри брюмастера делать тп кстати у мейн керри там нормально голды так да 1600 у йоку форсблат 30 на 5 и ну очень даже неплохо все так слип тире не в сф а фата без дремской левел 5 немножечко экспонита получил или заре араб ничей получится вот и не собирались мизери хотел заганывать но не зашло не на мизери хорошо на топе сейчас отыграл так что на мизери отыграли там тп не свое время не вообще были сделаны какой-то бред ужасно сыграли просто бабла вы на данный момент у сф мы видим есть уже половина мидаса появится зарядку кверку но он же не очень гангер было не очень гангер но пока что я вам скажу мне не очень нравится то как играет элакс поначалу мизери щас будут у него траблы но тут не траблов с первым батарейками не буду задреть его он кверк такой забывает забывает мы только сказали что очень круто клокверку потому что он улетел на первой минуте на топ линию с третьим левелом и сейчас минута шестая не лава какой правильно третий по прежнему тут достали просто в лес ушел сей не париться да ну так всегда действительно мсс пошел в лес мсс с такими темпами вынесет минутик десятый себе половину меки может быть целую меку сложной линии получает экспу здесь жалко из потенциал всем прийти петли 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 пиратс 2 в сентябре это так как не везет к нам тут пришел товарищ к сео который мы машемся ручкой что за люди вообще да просят помаши ручкой этот возьмем маха ручкой махаешь ручкой да тут на самом деле что парашн покруче оффлейнер будет чем клокверк даже вообще не стесняется подходить крипалу он уже почти пятый кстати да и шестой продаёк не боится пас кстати он сейчас погибнет по сумасу ну типа да если йоку ну йоку хочет даггер сейчас на монетах туда бьет до победы будет у него да как только он получает даггер будет сразу сюда же джамп ну правда будет попытка т.п. конечно сделать даже если это пошло тут они ветра типа поднимают и мультипажа не делая скорее всего тоньёку и должен я куча сделан должен тупо брать дакеры уже идти убивать там фото это имеет на всякий случай там что ну и фото не поможет никак все равно а почему не купил машин травела хочет точно т.с. серьезно сейчас эти знаки ну а чё он не купил ну скорее всего он так как он килл сейчас не может сделаем просто не палит его преждевременно но это я так думал ну в принципе мальдгеймс не может не хочется интернешнл 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 ой эра поймал шачло ой 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 шачло даже без слипа без комбайну патма бэйн ненавижу это папа папа бэйна файфа них ненавидит эту линию со времен игры против сигмы времен этой линии когда я отправили в сложную сказали качай иллюзии все будет хорошо так я потом все хорошо все хорошо было левел 2 на 10 минуте а вот таки появляться леку прыгать не стал должен что париж но без без ничего без помощи же а что он такой я не знаю яку уже спалил свой даггер в итоге не для кого сейчас не будет секретом то гим парейшн все равно стоит в рынке шум сейчас погиб ну да и опрощен как будто пойти как будто не верит он знает что якунин вы просто шума шестой я щас и карте помогу это будет на девятом и что ловила париж на нормальная такая не он нормально кстати стоит кручим губерном тоже быстрее он да ничего не предъявит эти на четвертом стриме параллельно где играют рок скис против х х опять залили широко но это раз взяли против в рок скис counter мы вообще лишь рака не видели ни на одних из отбора вне в одном регионе а тут первые два тура уже два лешака ну а поддону габлака там там сайт иду на 10 минута матча mouse ведут 21 не самое интересное начало ультим этих сюда полетел уже все нету анимации не попал не попал они полу по сперва поэтому по сф чеку посевочка но в любом случае имеется то уже ультимейта ой 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 вот в мид мид смотри нет нет это это не то мидас угр клап крэзи а ему что вот здесь еще готова а уже это надо вы форма сайлов уже вот поэтому поэтому да поэтому не очень довольно все неплохо и пони творца должен быть топ-1 до 4 690 461 буквально одного крипа проигрывает у него патма а ну это не столь принципиально ну йогу который имеет 3 800 и все эти 3 800 но это принципе бесполезный для нас кстати не знаю чу суппорты просто бегают ничего не делает дома спорт тоже не тебя сделают но не уже могли как то собрать пойти вышку попробовать попушить панда из дайвер то есть любой кто приходит будет изничтожен но они уже боятся эти пушить потому что там не знаю тот мека сейчас будет там есть уже ультопарейшена патма продолжает фармич из больше 100 лубы и на кстати кстати без миндаса генистром ну вот красавчик пайкат и он не будет здесь покупать мы видели много раз зарекайся думаешь думаешь будет ну там нету чена там нету мысли а 190 превратить у голду ну это да это это всегда полезно 190 голды который залетает тебе вот просто так в любой момент дня и ночи это конечно очень круто ну патма приобретает рецепт на рамку я надеялся что это тот самый свой город но мизери здесь будет жить даме не заряженному живет на что он будет 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 а вот йоку который мой клэп ультопарейшена йоку получает мизери по-прежнему живет спрятали его мизери на то что ж ты делал уйдет смотри из нет нет не видит не видит панда у него маны на тп нету они есть еще будет сейчас стики там будет 2 секунды так смизери стики отма очень жесткая country тут у панду стана без схема просто бегает ничего не делает ну вот очень крутой опять-таки получился у нас в миде в миде фото все-таки поймали крэйзи саленс но фото вы живу как рейзи выживает дред прибежал дред может цепануть паса цепнул паса бьет пас пас минус пас а че сф просто сбежал мухойл хотя бы дать идти пасовую забрать ну да в итоге сф погиб фраг получился достался дреду и два в один миде получился размен не в пользу машину рога давно не было не может быть у твоих куда доверять нижний товар сейчас будет погибать задана или уже один товар у нас на топе дреди сбок вот смотри он хочет воевать за то он умнее он умнее два товара релакс уже сдана или должны быть мы мы немножко недовольны ну блин под иначе вот этот вот клокверк нафиг его пикают он бегает ну он ворвался на топ шотнул поэтому я точно таки же себя клокверком чувствую иногда фото в мид там уже четыре игрока команды релакс фото спалился фото видит в инкса дал сайлент уэнсу инкс и фото отпрыгнул четко быстро мизари сукла кверк фото фото он не убьет точно тут же клэп фото фото в инвизии фото взорвался фото блинковый сами заре уходит йогу в слепе здесь уже мсс или мега грэйзи крэйзи сейчас могут поймать пайка отгонит его до конца будет хорошо ну и тут йогу кстати нормально смотри ах пашка там живет чуть-чуть ну и 2 в 1 2 в 1 и мсс и могут убить если клокверк рокет там сейчас попадет клокверк давай рокет это 140 он не убьет уже не вот вас почему не уходите поняту нас бас дает а ладно в йогу попадает же ну йогу очень мало дэмэджа добить осталось чтобы его убить господин шачло пошел на охоту клокверк решил не стоит господин шачло пошел на охоту классная была драка такая красные по уходили мауза друг друга спасали довольно весело но в итоге 2 в 1 она опять-таки закончилась на фото все-таки жестко все сделал всем рассказал кто тут босс 42 процента видимо не совсем честный 42 процент не совсем да да как на выборах нет 42 процента какие там собрание целых 90 должно быть винрейт ну что ж крэйзи крэйзи 1 2 ему надо немножко набить душ фата сразу же прыгает и говорит нет брат тебе будет здесь не весело мы тебе душ просто так не дадим набить бкб вот это вот купить ну и пока крэйзи не в салону убьют даже ему мешай не мешай он формит ну конечно это же сэф то есть тем более когда есть у него метаться тем более когда ему помогает нам зарез сказал возле из утра я поймал эрвайс бласт хорошо четки комбинации работают по всей карте до 3 5 кстати обрати внимание на лес смотри здесь вард стоит здесь в ад стоит и вот здесь в весь лесных атака не зари в инвизия и брюмастер наконец-то просветка там уже фото подошел мотом это убивает у нас шачло здесь брюмастер пытается убить фату фото он не убьет у него сейчас закончу рига мэйда и сейчас войдет в ультимейт и бэйн и вот он нереально его цепануть это упаду если контролишь или более-менее а ну крэйзи поймал в миди аэро очередной с бласты по той же самой схеме его убивают да по всей карте просто разнос да но и сейчас поймает еще раз вы смотри пайкат может умереть нет там умер бэйн кстати украли у нас по моему не стартовал все вижу чётко шарконт они аркан топок нету один star пол даст и все без вообще очень активно действует парни из маус мне нравится как они играют 10 4 от начали бегать не понимает что там там у сфа что-то появится надо его убивать но из афа бкб этот откладывают все над все дольше и дольше вообще им надо как-то стать и защищать фуисово когда у него боковой будет да у них есть шансы завозить драки почему на изичах ну да ему будет пофиг на пока ему будет принципе пофиг на бэйна вместе с аппаратами вот опять этот клокверок который чейн мэй плюс 5 армора нормально чуть-чуть ну что он делает 5 армора дает я имею ввиду герой умираем у него 0 1 1 поле на фиг его вообще брать и хорошие был по 1 1 1 нет два раза пролоса правда от оттенча парочный умирает но это такое там и что парочный огар клап появляется то есть пас серьезный причем он на фарме получается больше чем как вверх на сложной линии у него две три страны творц мы видим у клокверка 1600 но это так называемая грустная игра для клокверка или грустный град брюмастер который не убивал паса на линии когда молнии но там на самом деле есть даже если он ворвался опытный помощи 6 было надо спрятала спасла и опять таки было бы тоже что я это не учитывал в этот момент так ну что снизу мсс пушит линию рядом здесь фата я думал они в мид будут смоги в убегать топе что-то готовится смотри тут мы видим мизери и пайката но если пайкат попадет стрелой йоку погибает не они не знают шум есть теперь знают вообще не один раз не был того комбинации с полов слиплю сару с просто эропа подошли и поезда чем панда не зависит у него все настолько жесткие скилышему без панду джону грейз опять счет все беда просто беда вот так устал а потом было забрали забрали у этого этого мсс а неплохо но если все равно хорошо опять без денег остался ну два фрага сделала один шло взял level на топе на топе йоку по таймингу ну конечно он он знает грачок минус пока танста по был просто миллион дамы же это связка и ты ничего не сделаешь против нее если ты один эти один поймали все гвп ну да гвп на ура 2200 пайката денег купите яшу сейчас сделать на достаю скоро или будет делать мал штром что в принципе я считаю даже правильнее в данном моменте могла бы то что надо а по моему надо мидас графики ни разу не смотрел 3 800 ведут мауз по эксперт пять с половиной тысяч вот так но экспонолог в подмении в паке потом пока кружка он был 12 одиннадцатый одиннадцатого бы 12 фата но все равно у него все отлично но у них вишен тут они убегают старями себя чувствуют что хотят то делать время как релакс и принципе все стоят в мире как тогда и все пашкат пашкат на из бласт не пока чуть-чуть давай сила айкат почему-то аэропа стеснялся дать как бы сказал каспер пикселя не хватило пикселя писечки совсем чуть-чуть да каспер напомним еще раз вам мы напоминаем дальше что параллельно идут четыре стрима смотрите мультитвич на втором стриме каспер и лост комментирует сейчас игру команд коуст и мит я мэйкер шведы против датчан ауэр против бывших next а сейчас x game к з на третьем стриме ну и на четвертом хай на этот со счетом 10 ввиду тур и лак урок скис там есть уже вздал по моему уже погибает еще один ханец там немножко игра позже началась чем на сам наши у нас уже 18 минут а там только начало 5 минутный дилай вот панда была у нас богатая щас вообще не знаю что делать релакс они в четвером на виде постояли пошел низ прям мастер что они решили защищать своего думаешь но прошлый раз тоже был когда идет лучше купить они только погибают скорее всего нет это непонятно стяжка стена что-то вообще непонятно торопец пока не были срезать пока в итоге убить крысу можем может круиза ну трубик ракантапки наконец-то вынес 20 минута матча ну я забрали забрали мизери никого не потеряли пашкат мы видим здесь сделать ты по аут отсюда перепуганный что его там вся команда соперника уже ищет ну вот есть у него штром металл отбили на вордов там да металл отбили 180 х по не дына я был знать нельзя релакс по-прежнему не забрали им надо сейчас идти вот вниз в топ фарм камера лакса не придут нам пушить на то прошу очки принимать форстаф дарксир мека форстаф жалко чтобы сдать моему не нравится в комах сидеть решил что хватит это терпеть ну да кстати ха ха юнайт это пошел с бластикером вдогончике пактагона да это такое а фото любит это дело нашу тут просто прыгаешь нажал три кнопки растет рубик то же самое это со временем с рубик там получит ауру уже будет послаженнее то есть от конец на вагабай на фарме закрывать не будет не должен пойти не будет а он будет просто насколько часто клоквер приобретает себе тем временем blade mail все-таки не стал мекку собирать а кто будет собирать мекку семён футбит цифер как и сумел у нас для слабых и сама за слайдом в прошлой игре да походу семена в этой арене тумы да а мекки форстаф бкб одновременно появляется двое сетомах ракетка кого-то чекает кому тут не прочитала фото и т1 там опять пятером в медиа релаксы то время как снизу фармит пашка на тропе фармит мсс в медиа фармит мизы ну короче они хотят этот аур сильно так игру стать если учатся парейшем там попадется сейчас пока взлетит хорошенько паспорт ни в кого он свой со спины будут заходить пайка дает эру пайка от андреда храна сбить байну ну дред ничего не было приняли ничего не сделал бейну конечно сбили но тут минус 2 уже сделал файл файт хорошо пошел для релак в этом счастье но мсс под стеночку шачло шачло стаж шторм получает ну и маяш пайкат просто стреливая не хорошо не очень три в один убили бы еще закончится ультимат кстати у брюмастера надо оставь нет у него стрела ух брюмастер на ход ну и что ты паут делает крэйзи наглым образом ну три в один tower кто забрал за динайли или забрали в шеду крэйзи достроит да ну окей окей хорошо в принципе товар и один фраг саппорт на строительстве здесь нашу грустного просто побольше денег чем клыкверка это да это немножечко не весело ну и дарксир брюмастера обгоняет там вообще в разы ну по деньгам вот вот так вот победа спорта за дает свою сетчатку стопа экспе уже 8000 но сейчас товара начинает забирать ребятки из вас помиду о дд в банке господина пайката вот он включил дд можно еще и т2 пойти забрать чего его обманули не захотели мус так сразу думать рубика иншел украл рубик не по шансу не заходит не а он шелл ты че сейчас пойдет формить лес ой крэйзи опять получает рассказ пак снизу догон боже крэйзи последний секунд нажимать бкб фото тут и сконтролил бкб щеки будут постоянно сбивать час крэйзи по столя 4 секунды и уже потом сложно будет драться ну да и он выражен как только он получает ультопарейшна в лицо он вынужден собственно юзать сразу же бкб ну что вот клок вверх секунду сбривает пашкац дд кстати отлично все сделал забрал товары еще и практически полностью все свое дд простоял на рожане у него уже появился гиперстоун пашка очень больно уже будет настреливать стеклоквер должен чекать это дело ну вот пока не мы не ожидали они видимо что не могут убить ну вот он милнир и тут же появляется у нас а эгису пайката по нетворс он догоняет сф довольно редко мы такое видим обычно впереди планеты всей по нетворсу ну че мы щас бкб и пока ты не умирал ни разу постоянно вам все фраги делают а 703 все замечательно играет вообще покучение что релакса не знаю что делать в этой карте они от пятером перемещается какой-то ну total бред казалось бы есть свои леса есть нижняя линия а тут они фото их заметят данный фото просто разбой постоянно дремской ламп отагоном на бкб щеки ну дреда рецептой айтам лох вверх будет ли хелп кстати он сейчас по имени тут тут минус точно в челезаре распространял в пятером просто а у него куда он был он как он 13 он наверно да и немало не 15 левел так заняты щас получили ого-го сколько человек выпрыгнул чем не выпрыгнул не знают ли он дайвер просто так когда то есть непонятно не прокликали у него зара орбов куда он там он с чего батаршка то пока тут не попал стрелой и никак если бы попала думаю не бы ворвались там даже там 35 подрались бы но решил наверное что не стоит там пока байбай было он бы ворвался 10000 уже практически xp 4000 денег и пайк от 1000 голды уже собрал после мьелнера на топе мы видим мизери смог по развороте 9 левел да и тут интересно будет отсловить в центре поймали брейнами зри погибается заре тупую забросили просто релакс и нормально же могут что-то придумал могут но поэтому шла пушить нельзя забирать это вырулечку хотя и никто не даст пока ты должен это что 2 заберется там там спил нерам не на им очень долго на вот хороший ульт от аппарата отлично аппарата по троим и вот стоят уже думают релакс драться или нет тут никого нету поэтому еще глиф вот есть уже на деф пошли все-таки ну это пак удар от решил давай не церемониться не забыла tower фата и просто отходят да ну забрали вышку это уже хорошо вторая вышка для команды релакс опять-таки эти деньги деньги вот кстати смотри на аппарат подать сейчас будет приколюша все там аганина агатчина зафармит одного големчика и поехали на 26 минуте это очень очень неплохой торсира но он таки все неплохо ну отлично галды из бриз все что надо у нее есть тут тут ни у кого не не скажешь что у у кого то просто надо бкб у бэйна 9 дэв умерла 0 0 5 у бэйна такое мизери мизери фидин фидонит так что там пак будет он грейдить догон или слабак то будет когда догоном бока может стать на самом деле уже у мусофта так все хорошо получается догон грейдить но можно и проиграть без кикса какого-то там до лучших на их месте я тоже наверное что по умеет вел я вообще не особо люблю когда догоны такой плюс но и заре по моему нравится любой тут слегка они они атаку хотят тут мизери винтык стрел конечно погибает тут ой сбили хорошо визорите спинс грипп на любом случае поймали еще шачло тут же боком просто прыгнул пайкад шачло в дреда здесь же фата ну и вот так вот ну и не убежал в секунде минус 2 просто получилось да убегая не убегая поймает и добьют ну как возьмой фраг если вместе собираются максу ничего не могут делать и релакс куда мизери и вам бжолнир валит милнир то есть бьём и милнир пошел-пошел кого-то искать пока стрела и но тут не поймает crazy зарезе я захотел и т2 тавра в миде падает забирает его mouse sports в диффенсе у нас дред мы брюмастер прыгнул надо быть осторожны что можно и мастер литерал кстати аганим еще есть добру мастер аганим йоку неплохую то вообще лол по самому теле не видно было заметно где бы йога врывался сантой сейчас рубик будет давать супер я верю но у него в артеистом кота сейчас там может подстрелит нет ну почти почти на т2 тавр внизу нацелились сейчас парни из москва тоже здесь линии быстренько распушивает но и на релаксы будут дефит релаксы будет дефит релаксы уже здесь четвером возле crazy crazy по сути байтит на себя кристалли скупил crazy будет атака смоки кстати вот этот пашка сейчас может пострадать как стрелу своровали если он после и сословит пяти секунд мастер прыгает ульту и тут же по собой пытаться убить там клопик зажал мизери очень четко все для начала у команды у команды релакс и пас пытается массовать по зарядам нормально настреливает панд по спрятался очень четко ну и знать что здесь на дождаться поливайся чуть-чуть при мастера эру дреда минус сф минус дред ну и в итоге сейчас у только они получатся потянут 3333 ну там аганима так что более менее могло быть ну брак но на заправа рулечка тут по моему отъезжает да товар тут пайкат заберет это это однозначно но что купил этот вася кто-то пайкат он что-то купил в курице где она вообще м ки му а у пайкат это мкб сейчас будет готова и через буквально 400 гал здесь какое-то нападение на шачло ой зря они пошли дэф и тп от тавара здесь нет выжил пока черт молнии сам не отдался там в мл сильная штука еще тп да ладно релаксы будут сражаться есть инвиз ну и все здесь они есть фар поставили фата 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 погибает тут да зачем-то стенку мсс поставил чуть тавр заденает релакс но более-менее четвертого да да более-менее то есть пацаны не теряются оперейшен ультует своих пацанов ну как а вдруг может похилит да вдруг потому что крэйзи умирал даже если вы в котла хилит так почему мой туль мой ульт ну да ночью шаганим да это нечестно по моему так пайкату осталось 300 голды до появления у него мкб сфу осталось мистер бэйн у нас приобретает гем и и пойдет умирать в седьмой раз они не думаю сейчас просто будут давать и ждать хорошо на потом эти заканчивать скорее всего в 30 минут игры уже прошло что неплохо 7 500 мус не 7 7 4 но сейчас увижу у него с пропадет тут на нижней линии весь и введен он плат еще чекнуть вот этот вы еще подойти разбить такой да ну понятно сейчас будет возможность в мире тому же сам пропадет ну и догон четыре сразу делает у нас по то такой жесткий теперь у рубика проблемы семьсот пятьдесят восемь хп у него а догон четвертого левела наносит 700 в такой ситуации нужны бросила да там и сэфа будут проблемы с таким паком вовремя не прошло пока бет все он потерял стумен бы рыбы ну ладно это это что ну важный человек самый пауза надо паузу по очень важным причинам можно ставить по каким ну например обсудить стратегию на игру что дальше делалось мишка во время игры так у него наверно тоже сломался раздвимин б рыбы были у нас когда-то уже матчи я помню как этот комментировал когда типа липса паузы блин ребят надо сбегать короче открыть дверь потому что сломалась там какая-то фигня разбереть маме дверь открыть там с 15 этажа побежал открыл вернулся минут через десять все готов запыхался запыхался бывает там 20 тысяч человек его ждет нормально параллельно параллельно смотрю я на матч рок скис против давай поближе посмотрим а дать и поближе будешь смотреть там со счетом 9 4 ведут рок скис на 17 минуте того матча ну и там но все у них неплохо кажется по моему хитрит опорта у них хитрит пострадали пострадали я пока переключусь также это на четвертом канале вы можете смотреть очень много людей там тоже смотрит эту игру на нашем третьем канале мы сейчас глянем кто там у нас катает нас ауэр против x game kz играет на третьем канале x game kz x game x game ну чё сто лет были на xkz они не продуменяли пара распонсированы все раньше получалось там казахи со счетом 12 10 выигрывают на 25 минуте матча там еще ничего не ясно но собака бегает бегала бегала собака там ее тени от в нас вот эта команда черная лошадка коуст против митю макерс да и команда черная лошадка 15 выигрывает митю макерс коуст или бывшие моно маньяки так у них тоже собака да у них тоже собака у них ликантроп а у ребят из митю макерса имеется мумлинк на баррель любого ну мартра пока не кило мартра тут против шаду демонов не киров и против анчантрис прям такая себе да да то вообще на любого на нам нападает и огромные проблемы скажем так одна я себе оставлю здесь rock skis будем смотреть как же там наши пацки на моциках там габлачин работают ну и две минуты уже прошло блин а чуя не могу чатиться нельзя это интернешн вообще никому даже мне нельзя написать только финала можно только финала можно финал может паузы ставить трон и ломать как сделать качественно это сейчас она сама на автоматически лол автоматически ну тут 12 4 там уже rocks мы мы лишь ок тут так себе зашел дали шаг ну у габлака зашел хорошо против габлака не очень google если вы не габлака уколи шаг шутал тут и 4 хап пишет пайк от мне он пред не передал ну и почему-то и русские игроки команды relax не передают шутаут киев хабу все поэтому мы болеем за маус но смог прожимать ничего будут искать у нас relax dread за вардил и потерял вар пока того мкб уже они нам добрались просто бешеный тут смог ганг так не зря но пока сейчас должен расстрелить конечно абсолютно всех мизери кого поймает он без бкб это главное я не достянулся ну пак поставил ultimate шашла for stuff ну тут такое можно было и без ульта ну кстати они так ворвались их могли просто сзади сейчас принять всей командой но черт ну как но там недалеко уже ну ульт ультопоречном они слишком жестко подчизнелись как-то два творов уже не там не просто куда тп что помогать своей команде и понятно это время для фарма вниз они ходят пятером а когда фармить не надо они ходят в разводину да страшно сейчас мы видим здесь йоку и виндыксу виндыксу очень очень страшно он вообще тп первый начал по моему ему не страшно когда у него липп от мыли вести да оно вообще да но с типом все равно пробовать догнать хотя можно получить тычку от под мы догон и умереть вот крэйзи получает ультопоречном мид сайлэнс минус просто развод на бкб и все с каждым ультопоречном нормально но зато прожимает прожимает таки делал бы сейчас еще пятый догон и сколько у него осталось секунд семьсот сорок а 7 7 секунд осталось еще еще более-менее скажем так господин пайкат фармит крепочков господин пайкат да пайкат действительно здесь уже сверх силен конечно у сэфа тоже давай посмотрим что там по гуглу давно не смотрит 7 500 по xp 14000 ну понятно что преимущество еще отыгрываемые но она один а то будет ли сами задней просто его их погибает лицо рекламе есть по твою здесь хоть что-то вот и и прыгай но идет все-таки красава ну вот она мека подняли фото будет продолжать дальше бить надо помогать ему там дагер так нападаю уже на драксирует раскателем разве на улице был да и теперь можно драться самом деле теперь фото будет догонять будут перехватывать там знаешь по стороне пойти какой-то и снести ее нету там брюмонстров подвес отмирали крэйзи будет умирать ну все они ушли просто крэйзи крэйзи будет умирать сейчас вот сейчас дать создать если бы на 5 кусты а он еще курьера поправили собрал пайкат курьере у нас бы ой-й-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй да я устану неприятности очень странно решение дайдалус у него нет байбека такой не ль realice ну конечно только что купил дайдалус нее нет байбека и в итоге не ну комбий минут еще без дайдалусом да maus не спешит ну они знают что они намного щас сильнее и чуть некуда пока то 5 2000 собирал хоть бы три для какой-то сейчас собирая берем или не моряльности что надо бы как бы БКБ, если он от БКБ умирает, Клок вверх, и больше ничего тут не поможет. Ну, наверное, тогда БКБ он и будет делать следующий артефакт. Ну, или, может быть, он еще играет. Ну, или он по-братски соберет ботерфляй. БКБ это для неудачников. Ман поставил туда. Не, может, что-то собрать не БКБ, сдохнуть, нахидить и проиграть. Тогда нормально будет. И вот если кто убивает, если ты Клок вверх, потому что случайно вылетают молнии, и Пайкат. О, Рошан. Это Рошан тайм. Да, появляется Рошан, на нем стоит, уже ждет Мизери. Мизери 06 по-прежнему. Шашлы 3 с ХП или Заряр пришло. Хм. К сожалению. Ну, там, в самом деле, сложно выжить. Ну, да, против Пака с пятым догоном. Нет, там ультаппараты зашел, и он его просто прокатал. Но Пайкат с Мизери вдвоем бывает просто Рошана, здесь мы видим Крейзи. Альтаппарат не попался в 100 раз. А, не попал, нет? Адрюк сказал, просто поставил, он застанялся. Фотосантов. Этот Крейзи. Опять хочет на что-то нафармить. На что не знаю, на что-то хочет, БКВ. По-моему, он ждет свою курицу. Ну, да, сейчас он ждет действительно курицу, но АПК, тем не менее, мы видим, забирает очередное аэрис. Мин, мидуайл. Что сделали релакс за эту игру? За 3-4 минуты. Ни-че-го. Вообще. Они где-то был какой-то от них один ганг в чужой лес минуте на 19-е, когда они в чужом лесу, возле сложной линии, на кого-то там напали и убили. Это смог на развороте у них был. Единственный раз, все. Больше никакой идеи в игре вообще нету. Бегают пятером, пытаются фармить, но это бесполезно. Их по-начку там под ганголи, а потом сложно убивать. Там под малиб, паки арбы, хасты дарксиры, жирный бейн. Пайкат показывает нам, что не хочу я какие-то БКБ, я оботребляю и так будет веселее. Нет, давай Этернал, братишка. Этернал энд? Ну. Этернал эндви. Ну, Этернал эндви. Не, натуре, собираешь этериал и туда пятым догоном шварк кто-то. Ну так, страта. План Капкан. Так, действительно, план Капкан. Ну, Пайкат не будет, я думаю, выпендриваться. Хочет он на Интернешинал. На прошлом Интернешинале у него не особо-то получилось. По-моему, на позапрошлом тоже не особо-то получилось. И на позапрошлом он был все-таки топ-4, по-моему, нет? А, нет, топ-8. Топ-8, да, то есть он денег выиграл один разочек все-таки. Он же тогда был в Ох Нирвана, не? Ну да, Ох Нирвана. Под смоком, под смоком пошли релаксы. Шачлов прыгивает, хорошо. И, ну, правда, форстафа, это печаль. Субе. Вот, подняли, просветили. И вот БКБ-то нету у Пайката. Но если Аегис, а Эгис, а как что-то? О, боже, и Крэйзи Финс Гриппи стоит, все БКБ, беда. Еще ветра подняли, поэтому не продамажил демэдж от СФ, а потому поубивали панд. Единственное, что вообще должна панда делать в этой игре, это контролить Бэйна вот своей синий. Если он этого не делает, то СФ будет погибать. А Пайкат еще Эгис не потерялся. Это минус 4. Да, Йоку тоже погибает. Это минус 4 без шансов. А Пайкат каким-то чудом не потерял Аегис. Пайкат тут еще поформил ворды. Это же Пайкат. Это же Пайкат. Я обремастер спас, на самом деле. Великолепный Пайкат, который тут просто продолжает. Пайкатит всех. 11.09 у Пайката. А чем вообще может быть еще? Перфект потен. Перфект потен. О, Блинк Даггер у Рубицка. Нет, а потому что это ворованный. Нет, Блинк Даггер. Ну, Пайкат тоже Блинк Даггер. И Рубик понимает, что у него 796 ХП. Пайк его просто убивает. Одним догоним. Та-дам. Ну что, бараки падают. Живы три героя команды Релакс. Там битые Мауза. Поэтому теоретически... Ну, что теоретически? Теоретически надо либо Панда, либо СФ, чтобы хоть какой-то дэмэдж внести. Что Раста может еще раз там попытаться щелкнуть как-то. Ну, такой сайленс на Дреда, Даггон. Дред пытается уйти, но ему не помогает это. Мауз Фата из Анна Мега Килл Стрих. Да, ну и вот он Дейдалус-то появляется у СФ. А-то наконец-то такие. Ну, только там же это Батерфляй Хекс. А про зачем ему вообще Дейдалус нужен? Не знаю. Без понятия, да тоже. Чтобы вбить в Батерфляй. Брюмастер, Хекс от СФ. СФ тут раздулся. Пайкат. Пайкат потеряла Эггис в конце концов. Ну и Крейзи убьет Мизери. Да, и сейчас появится Пайкат. Сейчас умрет Крейзи. Нет, Крейзи тут не умрет. Но стянул Даркфир, Пак, ультимейт. Сейчас у Пака будет опять догон. Вот он догон. Что-то Рубик не успел. И вот он Крейзи. Ну что ж, ГГБП. Да. Да, и параллельно Окс Киз сносит мид команде ХХ Юнайтед. Но это происходит на нашем четвертой стиле. А давай посмотрим, что мы еще параллельно. Да, мы сейчас вот... Адексты выиграли Ивана. Мы сейчас все матчи посмотрим, я думаю, спокойно мы можем. У нас вернулся Иван. Почему бы и дед, так, к нам пришел Иван. Иван, как вам матч, смотрели ли вы эту игру, или вы поглядывали за параллельными матчами? Иван, что вы можете сказать? Да, я все смотрел, на самом деле. Все игры. А, у тебя же мультитвич? Да, у меня мультитвич. Хорошая штука, пользуйтесь все. Да, обязательно. Причем более чем обязательно, ребята. Начинайте пользоваться с Эмилет. Так, давай, по игре пока. Ну, по игре я могу пока сказать только, что Адекват дико топит за маузов. Это было так и слышно. Я дико не топлю за релаксов с такой игрой. Они вообще ничего не сделали. Как можно комментировать такую игру, которую ребята из трейдинг сделали всего лишь два смог выхода и бегали пятеро по карте. Фармили вместе. Не, ну да, пик релакса достаточно спорный был. Он... Ну, то есть дефолт был у маузов, абсолютный дефолт. То есть бейн, патма, пак плюс опорейшн, который один из двух самых популярных саппортов, наверное, в нынешней доте после дазла. То есть даже дазл, тренд, опорейшн три самых популярных саппорта, самая популярная связка, Мирана Бэйн, Дарксир, который возвращается у нас в доту. И пак, то есть такой стандартный убивающий пик, в то время как достаточно слабая раста на первых ловлах, достаточно слабый рубик, немного непонятный в качестве мейнкерри. Бремастер, я бы лучше посмотрел на бремастера в миде и на мейнкерри эсэфа. Это было бы логично хотя бы. Йоку мог бы нормально грязи поделать на этом герое. Но в принципе нельзя сказать, что Олег плохо отыграл на эсэфе, но да, тут, конечно. Но по-моему они сделали максимум релакс, и так как их кайтили вот в этом замесе, когда там был размен 2 в 2, по-моему, или 2 в 1 в пользу маузов на первых минутах, когда они там буквально красные убегали, но их просто кайтили этих релаксов, они не знали, что делать. Пытаются этого убить, он что-то там липается и еще что-то. Ну там липы, арбы, хэсты, зержи, да. Вообще не понимаешь, что делать. Оцеплять слон хрэнджи там только рубик может. А Дредд умирал очень быстро. Да, Дредд, к сожалению, ничего не могло. Дредд ловил стрелы очень хорошие. Два ватных саппорта. Два ватных саппорта у релакс, которые по сути ничего не могли сделать. Они хороши, когда ты инициируешь первым, но так получалось, что все время инициировали ребята из маузов. Ну вот мы видим по смертям там. Тупо один шач и товарищ Крейзи. А мизери топ-4. Мизери топ-4. Да, и по демиджу, ну, больше всех фат. Ну, фат понятно, его догон, он летал и шваркал, и все было хорошо. Ребят, я думал, мы параллельно еще попытаемся поврываться, посмотреть на какие-то другие матчи. В частности, вот как играли Хэхэ против Рокскиз. Ну, они там позаканчиваются, по-моему. Ну, уже закончились, да. Я вот сейчас уже подгружаю реплей Хэраксис. Мы глянем просто хайлайты этой игры. У нас сравним просто... А почему сравнивать с СФИП-2? Ну, кэри, кэри, кэри. Ну, этот соло-мид ставил, а это на кэри. Да, там мидер против кэри, это сравнение такое. Ну, да какая. Надо с бремастером сравнивать. Нечестно. Пришел довольный Витя, который откомментировал игру X-геймов против АВР. Мы вот сейчас будем пытаться смотреть хайлайты этой игры. Вот когда мы дойдем до хайлайтов, то у меня просто очень медленно почему-то скачивается реплей в Доте. Просто он не хочет. Да, он просто не хочет, чтобы мы смотрели и так далее. Я быстренько скажу, что в третьем туре мы будем смотреть. На первом стриме будет Виртус Про играть против команды Коуст. Виртус Про. Против команды Коуст, которая, кстати, разорвала там умов. Я думаю, сейчас будет изи для шведов опять. Ну, при всем моем уважении к Виртус Про, я считаю, что эти выйдут в плей-офф и в топ-3 точно будут. Апи Мазер будет топ-3? А? Апи Мазер будет топ-3. Ну, это у них игрок. Я просто сразу говорю, я абсолютно не знаком с этой командой. Они у нас не играют в системе турниров StarLadder, поэтому мне тяжело сказать. Я говорю так, они буквально появились месяца два назад. За это время они успели побеждать там 2-0 фнатиков, давать бой импер 1-1 и прочие такие матчи у них были, что... Кого я из них знаю? Да никого-то их не... Никто из них... Они друг друга не знают. Не, Фрегалета я знаю. Фрегалет норм. Вот. Все. Фрегалет топовый. Фрегалет играл на всех дримкаках, на которых я был. Из Тевстула. И он всегда играл за разнообразные команды, типа... Ну, которые из Бьёка проходили. Кейта Гейминг. А? Кейта Гейминг. Кейта Гейминг. Вот-вот-вот. Кейта Гейминг. Они у нас выиграли про серию когда-то. Про серию StarLadder. Давайте посмотрим хайлайты матча ХХ Юнайтед против в RockSkiss, которые предоставлены нам Дота ТВ. Спасибо Доте. Спасибо Доте. Спасибо Вольво. Вольво, Сэнкс. Да. Ну вот мы видим, что 1-0 ХХ Силлова в Фрэзбат. Ну вот в Миду БЗЗ, кстати, смотрите. Я, кстати, стоял такой линией, когда они тренировали. Ну, я тоже видел. Такой, да, вот это первый фраг нам показывает Соло. Да, Соло играл на Доме, БЗЗ в Миде играл на Драгонайте. Ну и была триплаусложность под мой Дизраус. Дизраптором и, собственно, Абаддоном. Ну, опять Кайбуцу дерется соло. Но он ему ничего не сделал. Я уже проверял. Ну, смотри. Ну, ничего, ему пофиг. Лишь он идет под этим. Это хайлайт, на самом деле. Вот это серьезно. Спасибо Доте. Так, вот на 3-1 уже счет на 10-й минуте. Мы видим, убили опять-таки этого Лешака непонятного. Так, у них трипла, рыцарь. Или кто или рыцарь? Нет, у них трипла, рыцарь в Миде был. У них было трипла, вот Патма, Абаддон и Дизраптор. И рыцарь по кулдауну ульта просто приходит на линию, я так понимаю, и забирает Таура. Но сейчас 3-й еще 12-й минуты. Вот, что-то, что-то на Шедове тема, но с Москвой, Соби и Вардами. Не, на самом деле, триплата у Хи-Хи неплохая. Лешак, Шедове демона всегда работала. Да, тут там показывают фенбокера, который пытается уйти. И Шедове демон. Делает фенбокер. Блэдсикер, ребят, в игре есть Блэдсикер. Ари-Лол, 8 Блэдсикер. Фанстрайк. А он точно в треплее ставил? Разделили. Плюс два, плюс один. Он бьет очень сильно, это товарищ. Смотри какой, ну его там Патма расстреливает. Дальше нагибаем. Давай, 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 спрятал. Промой, это ошибка была, то, что его спрятали. И как им интересно хвастит. Момент скучный. Момент скучный. Ну, 9-4 тут стягивает Дарксир, подожгли его. Поджигает кирпич. Ну и тут минус, опять-таки, Лешак. Очень бесполезный Лешак, я так вижу. У нас тут Дум ездит. Ну и тут вы видите, что происходит уже. Дум такой, мяч поднял и поехал. Ну как-то слишком больно в каждом из этих моментов. Ну и рок-скиз БЗЗ. Меньше светы, получается, у него, да? БЗЗ меньше светы. На самом деле, логично, если бы БЗЗ был... Больше светы? Ну, БЗЗ он такой вот. Ну, он высокий, но он вот такой вот. Ну, видим 25, мы видим, что Дарксы разобрались со своим соперником абсолютно без каких-либо проблем. Тут стяжечка на Йорду. Ай-яй-яй-яй. Эх. И вот он Лешак. Соло хорошо отыграл. Постоянно накидывает Дум свою на Дарксир и дает его поставить стянки. Да, но мы видим, что у Соло 5-0-11 в этот момент. Ну и падает трон. Главный хайлайт. Я не знаю, можем ли мы... Посчитаем это хайлайтом. Да, можем и попросить показать, собственно, статистику этой игры, хотя бы финальную, что там произошло. Там, по-моему, все. Там, по-моему, все ясно, да? А можно посмотреть? Эти Virtus.pro... Они вообще-таки, ребята... В этом сайте Virtus.pro это просто... Такое ощущение, что они не за свою команду болеют, а болеют за поражение RELAX. Да и 4 Европы. RELAX продолжает проигрывать. Просто заголовки. Новость. Вот он, БЗЗ. 7 фрагов, 6 фрагов седой. Соло сделал тоже 6. 2 фрага у Bloodseeker великолепно. Так, Bloodseeker нормально сыграл, по-моему. Ну, я тоже, мне кажется, что Bloodseeker сыграл просто на пятерых. RELAX. RELAX. Стяни свое RELAX. Ну и БЗЗ 18-100 дэмэджа в миде у нас надавал. Соло 13-100. Тут он у нас не отличился, к сожалению. Ну, кстати, вот Лишрак, я с него издевался. А дэмэджа-то нанес больше всего. Да, у него 9-200 дэмэджа-то. Вот это вот стяжкой. Такой Лишрак замахивает, потом отменяется. Он такой, нет, нет, нет. Я побежал дальше. Забейте, да, забейте. Ну, ХХ Юнайтед 0-2, RockSkiss 2-0. Поехали дальше. Параллельно также у нас шел матч Awer Gaming и XGame KZ. Я смотрел матчи, когда был счет 4-8 в пользу Awer. Я такой подумаю, опа. Все. 4-8 в плюс. Как же меня сейчас будут шкварить. А потом я увидел, что Viver топ-1 NetWars, топ-2 NetWars Сликантроп у команды Next KZ и где-то там Киннис. А что Тони не затащил? А Тони был в пике, что ли? Тени ебли. А Тони Висп? Ну, давайте смотреть хайлайты игры Awer против... Тут лошадь стойбит лошадь. Смотри, смотри. Сема, Эквалабей, Эквалабей. Давай, хорошо. Смотри, а Сема-то сделал ФБ? Ну все. А что у них тут за завески Тауэр и Тени верят? Да у них-то на первой минуте была какая-то бешеная. Так, так, хайлайт, Тауэрлайт, Дота, спасибо, что вы нам показываете Т1 Тауэр. А вот теперь у нас кайлайт, Тени, кого-то засыпал. Ага, вот он, вот он. Слышь, нормальный такой Тос. Ну и ватафака. Он сгрызет его или не сгрыз? Да вы Верта вели поначалу? Смотри, на 11-й минуте 4-3 Аверта ведут. И Авер, Авер! Просто там Тени и... Тут Виспы летают. Вот Элеконтроп и Вивер фармит, да, в это время? Ливз. Лолик. Лол. Что? Лол? Лол? Нет. 6-4 Авер впереди у нас были на 12-й минуте. Смотри, Лолик как пожевал. 8-4 Висп залетает сюда с Тони сейчас. Да, вот они. Какой-то трэш. Все погибают. Да, все погибают. И Матис всех победит сейчас. Бегают крипы. Матис победит крипы. Нет, Матис на данном моменте в тресчете 9-5. Это еще встает от Тени по натворцу, что у него маленький с палкой, что у него не пошло, ну да. Следующая у нас, ну вот тут уже где-то должен быть переворона, Владимир барабаны, транквилы, показывают, атакуя от вида первого, а один товар, а вот его начали бить. Тауэрсперима, что тут вивер в шокучии. Точно-то же хай от хороших, да, хороших хайлайт, спасибо, дата. Такой, снастовая качественность, это второй Тауэр в игре на секунду, нормальная. Вот уже 17-12, впереди их с геймом. Внизу, тут Рубик идет в атаку. Рубик бежит в атаку, смотрим Рубик. Но здесь рампэй же должен постараться, что делает Рубик. Рубик пойдет. Ну, минус 2 и не делает байбэк, я так понимаю, тут уже АВР рассыпались на запчасти и дальше тут, наверное, уже... Тут тут хотят, хотят камбэк, но вивер что сделает там бкбшечек случайно. А у него нет таймлапса, у него есть бкб, он решил, что... Да, таймлапса, у него уже таймлапса, он и так. И Дроджер... Да и убегает мантиш, и убежал. Пусть убежал. Все нормально, падает у нас одна, а ты уже третья сторона сейчас упала, мегакрипов уже сделали. А, это уже третья? Хиггейм, да. На 31-й, то есть они зашли на 28-й, на 31-й они сделали мегакрипов. Не, ну там Вивер и Ликантроп 2. Вивер терется, Ликантроп сносит, все. И Вивер может сносить Ликантроп, раз. Прыгай на слот тогда. Ребят, ну, Коуст против Митю Мейкерс у меня не процессился реплей, бывают такие глюки в доте, так что мы по поводу Коуст поговорим уже сейчас, потому что у нас в... Через 15 минут, через 15 минут стартует третий тур. На первом стриме Виртуз Про Коуст, на втором Рокскиз против Икс Гейм, на третьем ХХ Релакс, 0-2-0-2, да, и Пауэренджер с Митю Мейкерс на 14-й. Преигрывают интересные какие? ВП Коуст, Маус Коуст. Да, сейчас у нас подряд будет ВП Коуст и Маус Коуст. И на самом деле сейчас покажет нам швед, на что они способны, на что претендуют, в первую очередь, да, будет интересно. Ладно, Виртуз Про против Коуст, через 15 минут начала этого матча, никуда не уходите, мы продолжаем, еще и сегодня целых 5 тура, передаем слово Ивана Цей. Что, что? Передаем слово Ивана Цей, передаем слово Реклама, да, передаем слово Реклама.